Всем привет, вы на канале CryptoCommons, быстренький апдейт, что происходит с биткоином. Итак, друзья мои, вчера мы пробились, уверенность этого восходящего треугольника наверх, соответственно, вынесли вот этого продавца, который здесь сидел, держал цену, как вы можете видеть, еще несколько дней, практически, даже неделю сколько, да, около недели сдерживали цену, но ликвидности оказалось достаточно, и рыночный покупатель толкает цену дальше наверх. С чем я, собственно, и поздравляю всех, кто заказывал To The Moon, ребята, и напоминаю вам, что бычий рынок всегда гораздо более беспощадный, чем медвежий, то есть вниз всегда есть потенциал ограниченный, там, минус 99,9%, а наверх, а наверх только открытый космос, поэтому здесь сейчас что может происходить, смотрите. Я же не говорю, что цена прям сразу безоткатно полетит сейчас на all-time high, хотя и это тоже может быть, но в целом мы сейчас можем встретить какое-то нисходящее сопротивление, потому что, смотрите, мы отлично отбились, на самом деле, от 0.38 уровня Fibonacci, с вами вот здесь, где был очень крупный покупатель, потом мы долго стояли у 0.23 уровня Fibonacci, да, это если смотреть от последнего локального дна, не от 16 тысяч, а от 25 примерно, то да, мы стояли долго у 23 уровня, теперь его пробиваем, и уже в теории как бы дальше-то только куда, ну, 0, да, и пошли наверх еще, но мы же можем также с вами посмотреть и Fibonacci на рост локальный, смотрите, как мы это сделаем, вот у нас был PTF Peak локальный, и вот мы упали до 38500, в таком случае мы с вами идем, если сейчас наверх выбивать вот эту штуку, то следующая цель, как мы с вами знаем, это 1.61, 1.8, соответственно, ребята, это уже 55-56 тысяч USDT потенциальные, которые мы можем увидеть, кстати, быстрее, чем многие думают, но, тем не менее, еще раз вам говорю, мы сейчас, возможно, уперлись в нисходящее сопротивление, о чем, кстати, MS написал у себя в Бастионе, смотрите, все, кто ждал канал MS, вот он его завел в Бастионе, подписывайтесь на него там, и на CryptoCommons, кстати, тоже, подписывайтесь, потому что YouTube в вашем регионе могут вырубить в любой момент, как мы знаем, в любом регионе, кстати, особенно, скорее всего, в том, откуда вы это смотрите, вот, кстати, напишите, откуда вы это смотрите, тоже интересно, и если вы еще не поставили лайк, обязательно это сделайте, и проверьте, подписаны ли вы на наш канал, и везде нажат ли колокольчик, Telegram, Бастиончик, потому что, друзья мои, это самый лучший криптоспейс в русскоязычном сегменте, вот, что я вам скажу, и мы еще плюс для вас переводим англоязычную, всю топовую аналитику, новости и так далее, еще мы сейчас сами запустили свой второй англоязычный канал, и еще у нас, кстати, вышел альбом, который вы можете тоже скачать по ссылкам, подписаться на наш YouTube, мы также занимаемся музыкой. Вот, ну это все ладно, это такое отступление лирическое, а по факту что, смотрите, все ту-замунит, но еще раз вам говорю, это может оказаться Swing Trade, если вы это именно не ходите, а торгуете, частично я бы вам рекомендовал уже разгружаться, что я, собственно, и делаю на всех наших любимых биржах, Vibit, Femex и DeepCoin, хочу сакцентировать ваше внимание на DeepCoin, для тех, кто не знает, это очень крутая, достаточно новая биржа, и у нас сейчас там идет соревнование, ссылки на биржу и соревнования есть в описании, если вы хотите в нем участвовать, то сначала обязательно зарегайтесь на бирже по ссылке, а потом уже по соревнованию, то есть две ссылки нужно зайти по очереди. Фишка в чем, короче, здесь может участвовать практически любой, минимального порога депозита нет вообще, соревнование идет еще 20 дней, ну естественно, чтобы торговать, вам надо хоть что-то положить, там 100 долларов, не знаю, можно хоть 10 долларов положить, и дальше идет состязание на PNL, то есть у кого больше, круче PNL, и кстати говоря, смотрите, меня зовут Гонджа Суфи, в этом состязании я уже на втором месте, офигеть, но есть какой-то чел, LIG Angel Mail.ru, 146% профита, блин, объем нереальный тоже, очень круто, чуваки, не забывайте ставить 100 под тейки, потому что могут снести, также с нами здесь торгует Джо Сасс, это тот чувак, который вообще показал мне TRDR, кто не в курсе, это очень крутой трейдер-аналитик тоже из Чикаго, MS с нами торгует, вижу, вы в небольшой минус сошли, но вчера были в плюсе, это тоже нормально, ребят, помните, что я сам вчера был в минусе еще больше, вот, DropBear, в общем, всем респект, что приз соединился к турниру, даже вот у нас есть кролик дома, у которого минус 190, минус 129%, я не понимаю, как так можно, и то он получит приз 10 долларов, видите, в итоге, но, ребят, эти призы, это будут трейдинг-бонусы, знаете, что такое трейдинг-бонусы, да, то есть их сразу вывести нельзя, но на них можно торговать, как на обычные USDT, и, соответственно, потом их можно так же выводить, как и профит, так же их, когда размер комиссии их перекроет, но, грубо говоря, в среднем через 10-15-20 сделок это становится полностью вашим депозитом, даже если вы торговали просто в БУ, не обязательно в плюс, вот, поэтому, что, я лично закрыл здесь половину сделок уже, потому что мы неплохо так в моменте пульнули, на мой взгляд, в целом, ребят, рынок бычий, вон, посмотрите на МНТ, кстати, тут такой по ней дракон вырисовывается интересный, я сначала думал, что это типа чашка с ручкой, МНТ это беда у бывшей, кто не в курсе, это как бы вообще байбитовская монета, если что, и она все еще стоит ниже 100 долларов, я вам даже больше скажу, ниже доллара, понимаете, следующий BNB, скорее всего, зеленая точка, все кайф, вот, и, да, что, тут как бы уже не чашка с ручкой, а такая получается какая-то шея дракона, и вылет туда наверх в целом, но, опять же, с дисклеймером, с риск-менеджентом, потому что все тузамоны могут проходить через дампы, то есть, любой рост, он, на самом деле, ну, идет через падение, иногда более глубокие падения, и к этому надо быть готовым, так что, конечно же, большую часть котлеты держите на споте, на холодных и так далее, а на меньшую торгуйте, потому что, как вам сказать, всегда будут потери, даже если вы суперопытный трейдер, меня вообще смешит вот это, опытный трейдер, неопытный трейдер, это так же, как опытный джазмен там, или неопытный, знаете, кто это вообще за мания величия, о, нифига, у нас такой дождь пошел, о, у нас ливень пошел, кстати, чуваки, в Байресе, настоящий такой тропический, интересно, это к чему, к проливчику, может быть, так что обязательно соблюдайте риски, я обязательно выйду к вам со стримом, постараюсь сегодня, по вашему времени, по-моему, уже, наверное, завтра, и мы там разыграем еще обязательно крипты, как мы обычно делаем, кстати, кто не в курсе, ребята, мы в честь пробития 100 тысяч подписчиков на канале проводим розыгрыш крипты, разыгрываем миллионы сатоши, и все, что вам нужно для участия, это просто быть подписанными на канал, ставить лайки и также быть подписанным на нашу замечательную тележку, если вы еще не проверьте, именно только по ссылкам из описания или по той, которую вы сейчас видите на экране, потому что много скама, знаете, сейчас бычий рынок переходит в активную фазу, и будет все больше скамеров, которые под видом нас или других блогеров будут вас разводить на бабло, а у нас все бесплатно, никаких этих, кстати, еще один бычий знак, как кто-то написал где-то, что Раф запустил платку, платную школу, вот, я как бы скептически отношусь к этому инфо-цыганству, у нас все бесплатно, вы знаете, и у нас будет бесплатная школа, скоро тоже очень, абсолютно бесплатная для вас, возможно, там будет какой-то расширенный левел, там, типа, ну, типа, дополнительная ступень за деньги, но я еще об этом думаю, скорее, ну, как бы, это не точно, но основной курс будет абсолютно бесплатный для вас и для всех, кто хочет разобраться, как торговать, как заводить, как выводить, что вообще такое, как работают принципы, что такое блокчейн, вообще, какие кошельки, чем отличаются друг от друга, криптовалюты, токены, вот это все, короче, будет понятным, простым языком, не заумным, как везде, где ты читаешь и нихрена непонятно, или слушаешь этих экспертов, блин, а нормально все, как в South Park'е мы вам разложим, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому, друзья, обязательно хотите выразить нам респект, просто вваливайте лайки, это реально самый лучший донейшн, который вы можете сделать, чтобы пропампить и наш канал, и крипту в массы, вот, так что, да, если все же случится коррекция, да, положим, что мы сейчас пойдем вниз от этого уровня сопротивления, от этой зоны имбаланса, да, куда мы можем упасть? Ну, опять же, локально для трейдеров, интродейеров, конечно, рано пока говорить о том, что это уже локальный пик, но ежели так, это же вполне возможно, ежели так, то смотрите за вот этими уровнями 0.38, 0.05 и 0.61.8, золотой карман, это будет 41.200, на самом деле, если вот мы сейчас туда локально начнем падать, вот там надо будет ловить биток, это как раз будет легкий перелой, чтобы снести вот эти стопики, короткостопики, да, там может быть закол, не, я ничего не говорю, может быть заколы ниже 40, там, я только, вообще, только за, если снести еще вот этих среднестопиков, но это все не точно, понимаете, а то, что это отскочит и улетит на у тайм-хай, это практически, ну, это точно уже, реально, дисклеймер, конечно, но 99,9 процентов, ребят, что биток скоро перепишет all time high, поэтому с этой точки зрения, какая вам разница, по 44 покупать, по 48 или по 39, вообще это все в долгу будет прямая линия, вот что очень важно помнить, и судя по тому, что мы видим на фондовом рынке, да, биток не только 100 тысяч перепишет, он и гораздо выше, походу, пойдет, ну, а альткоины, так вообще, тем более, чуваки, если вы думаете, что это был последний альтсезон, и все, мы никогда больше не увидим этого, я так не думаю, я практически уверен, что мы будем видеть сотни иксов по многим монетам, так что пишите в комментариях проекты, которые вы хотели бы разобрать, проекты, которые вам интересны, манера, видели, как упала, адски упала манера, вон, на 40, что ли, процентов, потому что его делистит с банана, да, на 41%, ну, а как вы хотели, но манера при этом не перестала быть самым крутым, самым крутым, анонимным, пиратским, понимаете, приватным коином, правильно Тон Вейс говорил, что манера это второй после биткоина по децентрализации коин, потому что он реально, вы понимаете, что у вас на телефонах, даже у ваших мам и бабушек стоят скрытые вирусы эти, которые майнят не биткоин, а не майнят манера, и в компах у вас, если вы торренты качаете, или там этим адобом колотым пользуетесь, там везде стоят скрытые майнеры манера, и в долгую, на самом деле, да, конечно, мы уже вот пробили эту параболическую структуру, я об этом, кстати, вам тоже говорил, что, ребят, посмотрите на тот же Dash, Zcash, манера все еще очень неплохо себя чувствует, так что сейчас, сейчас в моменте, да, вот он отретестил ее как сопротивление и пошел вниз, но в долгую, я вам еще раз говорю, посмотрите на тот же Light, на тот же Classic, да на все монеты, которые в итоге находят свои повышающиеся лаи, поэтому я думаю, что манеры спасут, их его будут торговать, значит, на Dex, его будут торговать, там, не знаю, где, в Darknet, неважно, ну, где-то будут, а это еще большие деньги, знаете, когда сухой закон ввели, то цена на алкоголь подорожала, и спрос никуда не делся, когда запретили каннабис, тоже цена на него продукты подорожала, и спрос никуда не делся, поэтому запрещайте манеры, запрещайте Dash, мы только рады этому, да, чуваки, откупаем все просадки, летим на Луну, вот, а вот перепампленные активы, типа Injective, Solano, уже локально перепампленные, будьте с ними осторожны просто, я не говорю, что, блин, сейчас, подождите, я не говорю, что они не пойдут наверх дальше, но консолидация в них может быть еще более глубокой, или даже какой-нибудь дамп в стиле Барта Симпсона, почему бы и нет, поэтому покупайте то, что еще не улетело, то, что на дне, разгружайтесь по дороге наверх, и будет вам профит, а у меня на этом все, с вами был Гринни, спасибо, что смотрите, добавляйтесь обязательно на бирже Дипкоин в наше состязание, минимального порога входа нет, хоть 10 долларов, торгуйте, получайте трейдинг-бонусы, богатеете, всем профитролей, хорошего настроения, удачи в торговле, и до следующей встречи, пока. А, еще очень важную вещь я вам сейчас хочу сказать, чувачки, потому что, потому что вы именно за это, я знаю, и подписаны на наш канал, вот я вам что хотел сказать, что, вот тут вся инфа, кстати, по турниру, в телеге у нас, обязательно подпишитесь на правильную телегу, все нужные ссылки, и там же обсуждение в комментариях, если вы себя не можете писать в чате, то вы, значит, не прошли капча-бота, заходите в чат крипто-комманс, это вот где комментарии от канала, вот он есть, оранжевый канал и черный чат, вот в чат заходите, там вам капча-бот пишет, здравствуй, такой-то, такой-то чувак, когда новый кто-то заходит, блин, сейчас найду, ведь покажу, нифига, ну короче, когда заходите, вам пишет капча-бот, и надо не протупить, и ему ответить, пройти капча-тест, потому что иначе, где все, кто его не замечают, забывает, их просто бот банит, и они потом нам все пишут, за что нас забанили, за что нас забанили, вас забанили за невнимательность, вот и все, ну либо, если вы нарушаете правила чата, постите там всякую, ну, какую-то жесть, короче, неразрешенную, так что вот что, ну я вам не это хотел, друзья, вам сказать, я вам зубы заговариваю, а хотел вам сказать другое, я был тут давеча у Джо Саза на английском канале, я, кстати, практикую снова английский, у меня очень медленный, и, my English is very, very bad, so if you understand a little bit of English, you can try to listen to this fucking shit, but anyway, если вы ни хрена не поняли, или вообще не в курсе были, я вам переведу кусочек сейчас того, что Джо Саз там сказал, а именно, вот, ну вы, кстати, все равно обязательно посмотрите, зацените, кто понимает English, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на Саза, фишка в чем, смотрите, он здесь много говорит, он здесь показывает настройки ТРДРа в том числе, но он, кстати, он сказал, он пообещал, что их лучше сделает в отдельном видео, поэтому я не стал переводить, но самое главное, что он тут сказал, я его попросил посмотреть, как вы думаете, какую монетку, друзья, да, про турнир мы здесь много говорили, как в нем участвовать, как вообще сейфово трейдить, мы обязательно с ним еще запишем коллабу или по стриме мы переведем на русский это следующее, но вот суть, что я вам хочу показать, это Dash, я его попросил посмотреть Dash, ведь я знаю, что очень многие в моем комьюнити засажены в эту монету, и давайте-ка я вам быстренько сейчас переведу, что он про нее говорит, вот, Джо, могу я тебя попросить посмотреть одну монету, потому что очень многие, я уверен, мои ребята хотят знать твое мнение по ней, это Dash, Digital Cash, помнишь такую OG Coin, древнюю монету, и ты знаешь, очень многие из моего комьюнити меня ненавидят за это, потому что я был очень побычно настроен на него, даже когда он стоил 200 баксов, и вот скажи, что ты, только, слушай, найди старый график какой-нибудь, да, Poloniex, например, потому что Binance, сам понимаешь, довольно-таки молодая биржа для таких старых щитков, короче, Dash, Digital Cash, чувак, это же крутая тема, ее не хакали ни разу, не крякали, в отличие от Солана, десятилетие недавно отмечала, но ты знаешь, она и по 200 баксов была дешевая, а сейчас она 20, что ты думаешь, да, вот видишь, она всего сделала 10 иксов тогда, в прошлом бычем рынке, и упала как Zcash, как весь этот скам и мусор, что ты думаешь, скажи про нее, потому что многие хотят из нее выйти и забыть, как страшный сон, что ты думаешь, Джо, может она нас как-то удивить и сделать какой-нибудь сюрприз-памп там, или что-нибудь такое, или она умирает вообще? Не, чувак, слушай, я не думаю, что она умирает, посмотри, вон тут, ну ты знаешь, сейчас еще эта хрень, Джо, что делистят все приватные монеты, Dash, Zcash, этот, как его, манера вон пролили на 40%, но тем не менее мы знаем с тобой, что Dash, это старейшая крипта, и у них, они недавно отметили свое десятилетие, у нее all-time high был 1600 бачинских, и, да, блин, вы называете это 16 сотен в Америке, да, 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 извиня, а мы называем это 1600 в России, но тем не менее, и в Аргентине, кстати, тоже, а, кстати, хрен знает, как в Аргентине, короче, взгляни на Dash, чувак, пожалуйста, на ордербуке, по ТРД, о, чувак, я тебе скажу, что это отскок, смотри, здесь две причины, по которым я думаю, что это отскок, первая, это то, что мой друг Сокротис, знаешь его, да, 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 конечно, это его индикатор, вот эта хрень показывает, что это абсолютно нереальное сжатие пружины, посмотри, вот, а вторая причина, что, посмотри по ордербуку, чувак, тут просто пипец откупают, смотри, супер массивная поддержка, супер, очень массивная поддержка, но, подождите, Джо, но если Binance делистнут Dash в следующем, то Binance, нет, ну тогда, конечно, никакая метрика не поможет, чувак, я, правда, слышал, что Binance держит половину мастернот Dash, и, слушай, я не думаю, что они будут дампить его так дешево, в смысле, продавать свои монеты так дешево, они его дампят, чтобы отжать все лонги, и потом пропампить и продать дорого, ну, видишь, мы этого не видим на графике, как бы, пока, и все паникуют, поэтому, что? Да, слушай, очевидно, в медвежьем рынке мы ожидаем, вот, что такие хрени пробьются, а в бычьем рынке мы ожидаем, что такие продажи пробьются, поэтому здесь, конечно, покупки очень четкие, и очень сложно пробить будет и разрушить, я думаю, эта хрень будет абсолютно бесполезной, в том случае, если Binance делистит, конечно, эту монету, но, как бы, с точки зрения техники, вот сейчас, и как это откупают, там стенки, пипец, посмотри, чувак, ну, это фундаментальный, тут так, тут просто, как бы, вот, посмотри, между, смотри, какой разброс, вон, там хотят купить, видишь, тут продавцов всего на косарь стоят, вот здесь, да, а покупателей на две двести, понимаешь, тут уже дисбаланс такой хороший, ну, как бы, да, две с чем-то, готовы откупить и всего на тысячу сто продать. Короче, для меня это абсолютный памп, как бы, который, вот, произойдет, это вопрос времени, и все эти чуваки сдадутся, продадут, как всегда на дне, и, да, и там всегда будет волна продавцов, когда есть крэш, когда все падает. Эти чуваки капитулируют, сольются, по факту, что они делают, это продавцы, которые хотят задампить свои карманы, и это наполнит кому-то, они по рынку сольют, короче, и по рынку нальют в лимитки нормальным чувакам, типа нас с вами, да, пока цена не развернется и не начнется. Короче, когда эти сумки сдадутся, вот тогда и начнут свои кссы, чуваки, поэтому я вижу, я вижу сильное дно, я вижу очень сильное дно, и это мы можем отдалиться, это может оказаться просто двойным дном очень хорошим. Если вы берете лонг, то, я не знаю, я может быть, я не знаю, может быть, даже я возьму это лонг. Да, чувак, это просто хопиум для Dash Hodler, то, что ты сказал, и я думаю, что, да, и самый прикол, что у нее очень урезанная эмиссия, или как правильно сказать, ну, total amount, это конечное количество. Короче, монет Dash меньше, чем монет биткоинов в итоге всего, в районе 19 миллионов будет, то есть их там не напечатали еще 10 иксов, как остальные щитки. Спасибо тебе большое за твой теханализ, Джо, я думаю, что наша комьюнити супер-мега это оценит. Ребята, а кто понимает английский, подписывайтесь на канал SAS Analytica, это новый канал, потому что старый канал Джо удалили. Ну вот, он там расскажет как раз вам, как правильно красить TRDR, как все настроить и так далее. Супер-мега-офигительный чувак. А у меня на этом теперь точно все, спасибо, что смотрите, надеюсь, порадовал вас немного этим бонусом в конце. И всем супер-мега-тузамуна, но соблюдайте риски, ставьте стопы, лайки, теки, пишите комментарии, автоматически участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь к нам везде на Бастион, на Телегу, и скоро увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон»